Откуда взялось название рубль? Что такое ключевая ставка? Как кибермошенники получают доступ к чужим деньгам? В день открытых дверей вопросы на сотрудников Ульяновского отделения Центробанка сыпались как из рога изобилия. Среди зарегистрировавшихся 350 посетителей более половины дети. Именно их вопросы оказались самыми каверзными. Почему нельзя денег печатать сколько угодно? Почему деньги печатает только Банк России? На этот и на многие другие вопросы посетители дня открытых дверей получили исчерпывающие ответы. Им не только доступно изложили основу монетарной политики, но еще провели экскурсию по музею Ульяновского отделения и прочитали подробную лекцию по финансовой кибербезопасности. У детей особой популярностью пользовался зал с кассовой техникой. Все с удовольствием пересчитывали купюры и проверяли банкноты на подлинность. Не меньше интерес вызвала и нумизматическая выставка. На ней можно было увидеть не только первые российские рубли Петровских времен, но и редчайшие образцы – символы ушедших эпох. В тот момент, когда Николай II отрекся от престола, и следующим, по идее, должен был встать Константин, его брат. И на монетном дворе сделали образцы, повезли их на согласование с будущим, как они считали императором. Но император уже тоже отрекся от престола, и поэтому эти пять отчеканенных образцов, они не вошли в оборот, они стали просто историческими экспонатами. Но так как они отчеканены были на монетном дворе, можно считать их тоже монетами. 30 сентября день открытых дверей в Центробанке прошел во многих городах России. И везде главной темой стала финансовая грамотность. Проблема актуальна. За 9 месяцев 2023 года мошенникам удалось украсть более 8 миллиардов рублей со счетов граждан. Это в два раза больше, чем за весь 2022 год. Быть финансово грамотным сегодня важно всем – и взрослым, и детям. Финансовая грамотность необходимо внедрять и необходимо прививать с самого раннего возраста. Ведь дети – это в будущем самые активные пользователи финансовых инструментов и потребители финансовых услуг. И уже сейчас им необходимо быть финансово грамотными. День открытых дверей в Банке России проводится раз в году. Но побывать в Ульяновском отделении можно и на специальных экскурсиях, предварительно записавшись на сайте Музея Центробанка. Юлия Шагунова, Новости Уллправда ТВ.